Здравствуйте, мы в гостях у лидера Шкулева, а в компании Шкулев и Херст Шкулев Медиа. А вот как-то, Херст Шперет, а к чему Херст Шперет? Ну, все-таки из уважения, компания, которая имеет более долгую историю, чем моя, моя история, они недавно отметили 127 лет. А можешь про них чуть-чуть рассказать и сразу перейти? Ну, Херст Шперет это большой такой агломерат американский, его в России больше знают как такой медийный агломерат, его даже долгие годы в советское время изучали, и во многих учебниках по журналистике были разделы, потому что Херст, он изобретатель многих разных вещей, вот в том числе каких-то аспектов, которые были подмечены советской пропагандой, вот и считалось, что Херст это тот самый человек, который вот нещадно эксплуатирует слово для того, чтобы развивать капиталистический образ жизни и так далее, и так далее. То есть на другой стороне? На другой стороне, да, и то есть это такой был мощный. А вот фильм «Ситизен. Гражданин Кэй» это не про него? Это про него. А, ну все, я теперь понял. Это про него. Это про него. А другая часть была связана с тем, что в газетах Херста публиковались кто-то из нацистских лидеров, якобы Гитлер. Я не изучал эту историю, но тоже у нас это иногда предполагали. То есть он дельный пропаганды такой. Да, но он сделал бизнес. А сейчас это семейный, ему принадлежит семья? Да, по-прежнему. Он сделал гениальную работу, он оставил завещание, суть которого заключается в том, что общество, его компания существует в неизменном виде с точки зрения собственности до тех пор, пока живет последний родившийся при нем ребенок. Вот самому старшему, кто при нем родился, сейчас более 70 лет, вот это означает, что табу на какие-либо изменения, поэтому всей компанией управляет траст. Вот. И эта первая часть очень умная, вторая очень умная часть заключается в том, что в этом трасте, который управляет, нет большинства у семьи Херст. У него сейчас 4 ветви осталось, вот они не имеют большинства в коммите Трастис и они не имеют большинства в совете директоров. То есть люди, которые занимаются бизнесом, так, они определяют политику компании. Вот я, по крайней мере, знаю уже достаточно близко Фрэнка Беннека, который более 40 лет работал CEO компании и который в 40 раз увеличил компанию. Вот. Он как раз вот этим преимуществом очень хорошо воспользовался, когда люди, знающие бизнес, понимающие бизнес, сделали компанию протестающей. А вот то, что в фильме, он действительно такой был там сумасшедший или это надуманно все? Я думаю, что там много... С точки зрения, мы помним, там розовый бутон, там и все прочее. Да, 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 там много вымысла, там очень много вымысла. Но он действительно этот замок построил там? Да, вот это все так. Это он сделал, да? Замок так, огромный. Существует? Да, замок существует, огромная собственность, очень много земли. В этой группе выделено отдельное направление, которое занимается всей недвижимостью Херста. А вот как ты начинал в Москве там или где? Если про меня, то у меня обычная история. А я тоже из глубинки, как и ты. Откуда? Я родился в Забайкалье. Буров в Забайкалье. Сидоряк. Да, до 30 лет жил в Забайкалье. В Забайкалье это Буряки? Город Чита. А, да. Город Чита. Вот. В 30 лет приехал сюда, в Москву. В 30 лет уже поздно. Уже было много. По нашим сегодняшним временам много. По тем временам это было не так. И приехал сюда, поскольку я был комсомольским работником. Меня двинули в Москву. Но я попросился, чтобы меня направили в аспирантуру Академии общественных наук. Я пошел учиться в аспирантуру. Начал писать диссертацию. Вообще моя мысль была пойти учиться ровно для того, чтобы не продолжать партийную карьеру. Какой-то способ найти для того, чтобы выйти на другие маршруты. И в конце концов все получилось. Я начал заниматься где-то сразу же почти на первом курсе бизнесом. Я писал диссертацию кандидатскую по праву. Это было время такое, когда начали создаваться первые совместные предприятия. Какая-то коммерческая деятельность появилась более активная. В 89-90 год. И я на этой волне начал оказывать юридические услуги. И пошло-поехало. Потом оказался в качестве тех, с кем начал сотрудничать коммерческий центр Комсомольской правды. Потом так получилось, что я этот центр возглавил. Потом так получилось, что я стал гендиректором Комсомольской правды. Ее первым в истории гендиректором. Там же были какие-то, как это называлось, организации? Не кооперативы, а как-то другое. Молодежные какие-то... Вот коммерческий центр, это был такой предтеча коммерческой деятельности Комсомольской правды. Когда Комсомольская правда еще была под ЦК ВЛКСМ. А в 91-м году, после путча, появилась возможность из Комсомольской правды сделать акционерное общество. Вот я тогда был призван всем этим делом заниматься. В итоге все получилось, создали акционерное общество. И потом народно все акционеры, там было более 250 человек, избрали меня гендиректором. Вот я пять лет работал гендиректором. Ты был приватизировать Комсомольскую правду? Ну, я стал самым крупным акционером Комсомольской правды. Я и другие основные акционеры, кто тогда был, мы продали бизнес по Танину. А, окей. Вот. Я на рубеже 97-го, 98-го годов понял, что это не совсем то, чем бы мне хотелось заниматься. Мне бы хотелось создать что-то свое. Комсомольская правда – это история не моя. Вот это история предыдущих поколений. И это был главный такой двигатель, почему мне бы хотелось что-то сделать свое. Но опыт я набрался хорошего в Комсомольской правде. Это вообще очень отличная школа. И надо сказать, что интересы какого-то ядра основных владельцев Комсомольской правды совпали. И мы успешно продали бизнес по Танину. Я выкупил все, что мне было интересно из холдинга Комсомольской правды. В том числе совместное предприятие, которое я создал. Тогда оно еще было с французами, где мы начали сдавать первые глянцевые журналы. Наш первый журнал был «Эль», ну и потом дальше больше. Вот. Все это выкупил и начал заниматься уже журнальным бизнесом. А какие у вас бренды? Можешь перечислить сейчас? В журнальном бизнесе у нас «Эль», у нас «Эль Декорейшн», «Эль Гелл», такая группа «Эль». У нас журнал «Мэри Клэр», у нас журнал «Максим», у нас журнал «Психология», «Психологи». Мы имеем два, я считаю, очень мощных российских бренда. Первый бренд «Антенна Телесень», это самый большой еженедельник в Европе, кстати. Самый большой еженедельник по аудитории. И с точки зрения бизнеса, я думаю, что это самый большой журнальный проект России. Мы делаем большой журнал о шоу-бизнесе, который называется «Стархит». Мы имеем кое-какие еще бренды, связанные с бесплатной прессой. Но мы сами оттуда вышли, и бесплатные газеты у нас продолжают издаваться по франчайзингу. Бесплатно там какая модель была, вот эта, да? Объявление, да. Авито не убило вас? Не только авито, еще до авито. Мы почувствовали этот тренд давно, и мы из этого бизнеса вышли 3-4 года назад. Начали выходить года 4 назад, и постепенно вышли. Оставили это другим ребятам, кто хочет этим заниматься. Я вообще считаю, что все, что касается объявлений, бесплатных объявлений, это уже не тема для прессы. Для оффлайна имеется? Да, для оффлайн. Это тема для принта. Это тема не для принта, это тема для интернета. Мы же как холдинговая компания, можно сказать, здесь имеем головной офис. The Headquarters. Красивый, кстати. В меру красивый и спокойный. Бывает, трудно эту грань найти. Либо слишком получается жирно, либо получается... У нас и то, и другое, потому что мы уже многоликие. Здравствуйте. Вот Эль, они могут сказать, что происходит. Вот Наташа, моя дочь. Здравствуйте. У нас сегодня Олег Тиньков в гостях со своей передачей «Бизнес-секреты». Может, вы нам поможете? Давайте. Вот как вы относитесь к теме «Прожить на 2000 рублей в течение недели»? Точно будет работать. Ну, потому что это практическое людям, не какое-то там а-ля, кто-то там чего-то сказал. А это люди практически на это смотрят. Кстати, мы сейчас работаем над одной технологией, даже хотим компанию покупать, которая ставит такие декодеры в оффлайне, так? И мы пытаемся сейчас найти решение, когда идет онлайн-компания, так? И потом та аудитория, которая по кукам идет дальше в какое-то оффлайн-пространство, в торговый центр, в банк и так далее. А как вы их там ловите? А там Мак-адрес через Wi-Fi. Я знаю, что Сбербанк с Яндекс.Деньги пытается подобно. Вот они ближе к этому, потому что они реально все видят. По картам, по Яндекс.Деньгам, да? Вот Яндекс, который является обладателем большой базы. Мы сейчас становимся тоже обладателем очень большой базы. И в этой сфере мы и задумались на тему того, чтобы та база, которая у нас есть, в итоге перевести. Это было бы круто ловить оффлайн с онлайном. Ну, рано или поздно вы к нам придете с зарплатой. У нас тоже есть зарплатные проекты уже. Почему нет? Просто мы кредиты не даем, вам, наверное, кредиты нужны. Вот я всегда говорю так. Нам нет, мы не берем. Кому не нужны кредиты, я вообще не понимаю, зачем Райфазин и Юникредит. Только к нам. Просто мы вашим клиентам дадим намного лучше, вашим сотрудникам намного лучше условия. Там и остаток, там и... Мы как компания... Ну, в основном люди говорят, Олег, они же мне 3 миллиарда дали, там, под 10%. Я говорю, ну, тут вопросов нет. Олег, наша история такова, что мы за все время развития нашего бизнеса пока ни разу не взяли кредиты. Не, реально это круто. Вот это, вот там секрет успеха. Еще один бизнес-секрет. Спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Хорошо, что с картой Тинькофф Блэк я получаю настоящий кэшбэк. У меня процент с каждой покупки. До 5% на выбранные категории. В этом месяце я выбрала салоны красоты, супермаркеты и кино. И даже до 30% по спецпредложениям. Никаких баллов или фантиков. Кэшбэк с живыми деньгами каждый месяц. Ничего не сгорает. Да? Да. Тинькофф Блэк. Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком. Я люблю ее. А что это вы без карты с кэшбэком, а? Нам нужно, кстати, с вами продолжить сотрудничество. Банк. Мы тоже, мало кто верит, самый большой диджитал-банк в мире, как и вы, самый большой в Европе. Что я верю? Уже у нас цифры такие. Но мы, конечно, больше сейчас делаем диджитал-вещи онлайн. И поэтому про это и хотелось бы. Очень интересно с тобой побеседовать, потому что ты как раз яркий представитель в России компании, которая трансформируется и трансформировалась, ну или трансформируется еще, не знаю, с оффлайна, с принта в диджитал. Потому что 75 миллионов уникальных визиторов в месяц, ну люди знакомые, так сказать, с индустрией понимают, что это серьезные цифры. Вот. Можешь немножко рассказать, во-первых, какие бренды у вас, опять же, перечислить онлайн? И как вот это происходит или произошла ли трансформация? Она происходит, это такой бесконечный процесс. Вот. Я считаю, что наше преимущество в том, что имея опыт в издательском бизнесе, мы кое-чему научились и создали кое-какие бренды. Поэтому, когда мы пошли в диджитал, мы начали искать для себя несколько решений. Первое решение. Как сделать под журнальными брендами хороший онлайн-бизнес? Ну, под брендом Эль, или же Максим, или Мэри Клэр. А вот этот опыт, он мешает или помогает? Ну, нас не отягощает. Дело в том, что вот нас принтовый багаж не отягощает, потому что мы понимаем, что принтовый бизнес делается по другим законам. Там другие люди, да, работают? Другие люди, другие законы. Вот. И если ты начинаешь делать какую-то там онлайн-версию журнала, все, это конец, это не бизнес. И когда мы для себя искали решение, вот я начал говорить о том, что под теми брендами, под которыми мы делаем журналы, и достаточно успешно, мы решили, что мы можем развивать интернет-проекты. Но журнал Эль и сайт Эль.ру существенно отличаются. Да, безусловно, они имеют примерно одно ДНК, как мы любим говорить, если мы говорим о бренде. Отличаются чем контентом или чем? Они отличаются контентом. Они отличаются контентом. То есть статья условная про там, там, лядача, про Олега Тинькова, новое увлечение, там этой статьи не будет, что ли? Или как-то? Она будет. Мне бы хотелось, чтобы она и там, и там была, собственно. Она будет. Дело в том, что интернет – это безграничная медиа. И то, что вмещается в интернет, не вмещается в журнал. А, то есть больше контента просто. То есть тот же плюс еще что-то. Тот же, но это тот же в случае с сайтом, наверное, 5% всего лишь от объема, который есть на сайте. Это означает, что совсем немного из-за такой большой пирамиды, из-за такого большого айсберга оказывается в журнале, а большая часть контента, рассчитанного на похожую аудиторию, оказывается на сайте. Опять же, тут же ежедневный контент, а тут ежемесячный. Это не просто ежедневный контент, это контент, который выходит онлайн. Мы сейчас сидим, я вижу там у нас... Да, я вижу. Интересно. Я, кстати, с удивлением, чат-бит, я не знаю, что это за кого-то. Да, это чат-бит, это американский провайдер, который... Это типа семилляр веба что-то? Или это более продвинутое что-то? Извините за тупость. Это ресурс, позволяющий нам в онлайн наблюдать все происходящее на наших сайтах. Я вижу, даже вы конкурентов отслеживаете. Я не знаю, кто это конкурент, но конкуренции есть там. А кто у вас конкуренты? Татлер, Forbes, вот это все, да? Ну, в разных... Мы же в разных нишах. Я вот все пытаюсь сказать про первую часть, где у нас есть бренды, пришедшие из журнала. Вот там есть... Если мы говорим про моду, там где Эль, Мериклер, есть конкурент ВОК. Но ВОК для нас как журнал серьезный конкурент. ВОК-то крутой журнал, мне нравится. А вот в онлайн мы пока не сопоставимы, потому что мы, наверное, в 4, может быть, раз или в 5 раз больше. Это у нас первая группа, про которую она начала говорить. Мы имеем бренды журналов, и под этим брендами делаем интернет-проекты. Есть вторая часть нашего направления, когда мы решили для себя создать с нуля интернет-проекты, пойти в те ниши, где, например, у нас есть, как мы думаем, некий опыт, некие знания и некий контент, но нет бренда. Вот мы создали в итоге такой сайт Women's Day, сайт, рассчитанный на... А Women, это что же ваш? Women.ru? Сейчас уже наш. А, вот. Но это третья категория нашего бизнеса, если мы говорим про эту группу. Вот. Women's Day – это то, что мы создали сами с нуля, так, и начали этим заниматься в 2007 году. А Women.ru мы купили, когда мы то, что имели под журнальными брендами, то, что создали сами, вывели на определенный, такой уже достаточно солидный уровень, я посчитал, что у нас есть реальный шанс стать игроком номер один на российском рынке интернета, который производит контент для женщин. Вот мы сегодня являемся таковым. Больше всего в стране производим контент. А что случилось с Космополитеном, расскажи? Как-то он так загремел при Елене Мясникова, по-моему, звали. Просто он там доминанта был. И что-то как-то... Ну, я, конечно, не целевая, но не слышно. Они как-то припали. Они сильно припали, поскольку... Там есть проблема с собственником. Там также мой партнер Космополитен, это бренд Херста. А что ж они не тебе его отдали? Нам государство не дало такой возможности купить этот бизнес. Дело в том, что помимо закона о доле иностранного инвестора, есть еще закон об иностранных инвестициях в стратегические направления. И по этому закону у государства было полное право отдать согласие нами на покупку этого бизнеса. Это даже не ФАС, это комиссия правительства. Они не дали нам такого разрешения. Они посчитали, не знаю, по каким причинам, но нам сказали, по крайней мере, так, что по-видимому, это будет слишком много, если все в одной группе окажется. Но я думаю, что на самом деле было по другим причинам. В результате сегодня Хёрст имеет другого партнера, и там не все так получается. Вот вы даже заметили о том, что Хёрст как-то космополитен. Я с ним бизнес-секрета делал. Демьян Кудрявцев, он, да, там? Нет, не он. Ему достался другой кусочек. Ему достался другой. Не успеваю следить. А там кто? Владимир сейчас. Там какая-то группа инвесторов, которая себя не разглашает. Ух ты. Вот. Вась качественное издание. Да. Мне даже кажется, моя жена его читает. Они участвуют. Хотя она 48 лет. Мне почему-то все равно складывается впечатление, что я для более молодежной аудитории. Молодежный, да. Я бы так сказала. Молодежный, но старшее поколение, да. Основное такое ядро. Но старшее поколение с нами еще. Те, кто 40 плюс. Первый раз я покупал рекламу, когда работала Светов Лондонет. Да. У нас вообще была смешная история, когда ставил Дарью. Да, да, да. Пельмени Дарьи. Дарья. Света ко мне пришла и говорит, слушай, Тиньков просит поставить пельмени Дарью. А вы что-то не хотели, по-моему? Да, я помню. Да, да, да. Потому что по нашему коду. Это в 98-м. Да, что там массовые продукты, все такое. Тогда же, вот смотри, вот это журнал, у которого сколько там получается? Помню, помню. Я вспомнил эту историю. Вот это все страницы журнала. Сейчас просто журнал, очередной номер закрыт, поэтому он пока вот так наполняется. К концу месяца он будет, вот это, каждое окошечко будет заполнено страничкой. Это все страницы журнала. Вот. И у нас есть с точки зрения там рекламодателя тоже свои установки. Но мы в итоге нашли место для Дарьи, мы даже сделали такой разделчик. Ну он даже в этом смысле все-таки это там женский продукт, там, типа, ощути себя свободный, меж того, чтобы на кухне работать, так сказать. А скажите мне, феминизм, вот это все в России, оно сейчас активно набирает оборот, вот правильная аудитория? А вот что в России? В редакции такое же разделение по этому поводу мнений, как и в этой стране. То есть 50-50? 50-50. Ну в меньшей степени, мне кажется, у нас феминизм работает, если, допустим, с европейскими странами. Ну да. Это тема для Максима, потом будем в Максиме. А, Максим. Да, там как раз тема для них, все увидишь. Девушки, пожалуйста, оставайтесь на каблуках, я вас прошу. Плохо. А вот еще был отличный проект «Караван Историй». Что с «Караван Историй»? Это был хороший проект, да, это «Издайский дом 7 дней», они входят в «Газпром Медиа». Так же существует он нормальный? Да, пока существует. Существует, да. Понятно, то есть конкуренты еще есть. А вообще, как ты, наверное, правильно человек спросить, много же таких радикальных мнений. Принта не будет, газет не будет. Я лично утром, конечно, читаю газетку, хотя и непонятно. Я вечером читаю онлайне. Ну, в ведомости, например, там, я поздно спать ложусь, сейчас два ночи. Я уже читаю, так сказать, онлайн. Ну, в общем и целом, утром я люблю открыть газетку. Ты считаешь, что как вот там на рубеже там через 10 лет все-таки останется, так сказать, принт или нет? Интересно. Мне немного. Я думаю, какой-то принт останется. Вот такой принт должен остаться. Поскольку качественно о моде написать и особенно сделать такое вот визуальное, найти визуальное решение, конечно же, можно в журнале. И очень сложно это сделать в онлайн. Что характерно, в общем-то, это заметная тенденция и по поколению тем, кому сейчас около 30, 30+, около 30, они продолжают покупать журналы. У нас вообще есть феноминальные примеры. А молодежь вообще не берет или все-таки берет? Берет, читает. Максим, вот. Да. Я постоянно эту историю в последнее время рассказываю, потому что нас самих удивляет. У нас есть журнал для девушек, Эль Гелл называется. И вот третий год подряд журнал растет в продажах. Вот. Такой вот особый случай, по-видимому, все-таки что-то есть, что девочек побуждает покупать журналы. У меня такое ощущение, что часть журналов, особенно таких вот, которые трудно заменить другими носителями, останется. вот. Если мы говорим про количество, то, наверное, все-таки большая часть журналов с рынка уйдет. Вот. Останется... Если мы сегодня имеем в каждой категории по несколько журналов, то уже идет дело... А где рентабельность выше? В оффлайновом принте или в онлайновом сегменте? В онлайн, если в общем и целом мы говорим, когда проект выходит на такую крейсерскую скорость, там рентабельность выше. И сдержки ниже. Да, ниже явные сдержки. Ну, у вас Шкулев, Харс Шкулев сейчас и там, и там прибыльно все, да? Там и там. Там и там. У нас есть суперприбыльные журналы, такие как Эль. Вот. И у нас есть очень прибыльные проекты в онлайне, такие как там, допустим, тот же самый Эль или же Максим Онлайн или же Вуман.ру. Вот. Но это только часть нашего онлайн-бизнеса, поскольку помимо того, что вот мы стали игроком номер один в, как мы называем, интернете для женщин, мы стали самым крупным игроком в региональном интернете. Сегодня самые большие региональные сайты принадлежат нам. Дело в том, что в нашей большой стране ну да, там везде. Каждая же территория живет. 66.ру вам принадлежит? Например, в Екатеринбурге? В Екатеринбурге самый большой сайт Е1. А 66 это где? 66 это наш конкурент. В Екатеринбурге? В Екатеринбурге, да. А, да. А, там Е1, мы больше, да? Да, мы в три раза больше, чем 66. Понял, а в Питере какой самый большой локальный сайт? В Питере у нас нет, потому что не в Питере и не в Москве. Все-таки Москва и Питер живут по другой парадигме. А еще, скажи, какие региональные сайты существуют? Е1 в Екатеринбурге это самый большой региональный сайт. Рекорд по посещаемости в день более 560 тысяч уникальных посетителей. В среднем 400-450 тысяч в день. То есть только областной источник информации. Да, и это по сути игрок номер один на всем рынке медиа Екатеринбурга и Свердловской области. А у нас сайт НГС в Новосибирске. Это второй по величине в России сайт. Около 300 тысяч уникальных посетителей. Наш сайт Челябинский 74.ru Третий по величине. Далее крупные сайты. Сибирская группа Красноярск, Омск, на Урале Пермь, Тюмень. Дальше по Волге Волгоград, Ростов, Уфа. В общей сложности вот в нашу группу входит там, где мы имеем редакции около 20 сайтов. И нет ни одной другой такой большой сети, как наша. Губернатора на местах голову там не выносят? Потому что для них же это важно. Выборы, выборы. Я бы сказал... С Элью нет, конечно, проблем с Максимом, а там могут кто-нибудь позвонить там, сказать, а что, у меня выборы там. Конечно, там есть головная боль. Да, по этому поводу случается головная боль и губернаторы, и мэры. Есть города, где одному кажется, что мы поддерживаем мэра, а другому кажется, что мы поддерживаем губернатора. Господи, что ж у нас всегда мэры-то с губернаторами в России воюют? Что ж они не ужиться-то? Есть другие города, где они очень дружные, но большинство пока вот на этом этапе, может быть, после следующих выборов будет иначе. Но пока мэры и губернаторы с собой не очень сильно дружат между собой. Странно. Хотя, казалось бы, губернатор же начальник. Ну, не совсем так. Не совсем так. Все-таки там высокая достаточность степень самостоятельности между... у них. и то, что мы видим по городам, где особенно они не дружат, там, по-видимому, достаточно высокая степень самостоятельности. Но мы занимаем позицию в интересах горожанина, в интересах пользователя. Вот мы все-таки... Вне политики? Да, мы вне политики. Мы отражаем, да. Мы отражаем то, что в городе есть. Вот не всегда это приятно губернатору или мэру. Но что поделаешь, так сказать. А какой у вас оборот у группы? Ну, около 10 миллиардов, можем говорить. Круто. Это много, да. Молодцы. И если говорить дальше про какое-то наше развитие в интернете, мы, постепенно двигаясь проект за проектом, в итоге пришли к такому направлению, которое у нас называется Classified. Как Classified? Все-таки совета конкурировать. Да, мы конкурируем. У нас есть два проекта, где мы конкурируем. И на наших территориях, на большинстве наших территорий, где мы это делаем, мы являемся лидерами. Ну, например, мы в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Челябинске. И еще целый ряд городов. У нас есть большой сайт, который называется зарплата.ру. Это поиск всех услуг, которые можно получить в области поиска работы и все такое. И проект по недвижимости N1. Там, да, тоже серьезная конкуренция в этом сегменте, конечно. Молодцы. И вы так не боитесь в такие сегменты идти сложно. в итоге мы сегодня видим себя где-то третьим игроком на рынке. Здравствуйте. А где Александр? Для Маленкова наверное рано еще. Маленкова рано. Здравствуйте. Ну привет передайте Александру Маленкову от Олега Тинькова. Это мой старый-старый друг. Я с Сашей знаком с 2001-2002 года. Мы с ним даже куда-то ездили на какие-то события. Вот в этом году они отмечают 15 лет. 15 лет Максиму. А вот она и Максим. Да. Это здесь редакция находится. Мы, кстати, с вами делали недавно какой-то проект. В той двери находится коммерческий департамент. А, так мы Тиньков Геол с вами же сделали в том году с Максимом именно. В этом году не знаю. В этом, по-моему, тоже. Да, в этом тоже. А в этом тоже Тиньков Геол с вами. Ну вот видите, мы партнерствуем по сути. Ну как там? Нормальные получились Тиньков Геолсы? Хорошо. Красивые девушки. Нам 50 топ-50 сейчас, да? Так что мы, Виктор, видишь, несмотря ни на что сотрудничаем. У нас же есть свои 100 самых сексуальных. И мисс Максим. Ну естественно. Ваша мисс Максим, она известна. Мне кажется, она одна из таких в России, которые реально вот на слуху. Одна и прижилась, да. Да, потому что Playboy даже все это как-то вот как-то ушло. Playboy все умер. А, его вообще нету? В этом году он уже, они редакцию распустили в конце прошлого года. А ты не хотел подобрать бы это дело? Нет, нет. Там нету, да, темы? Нет, дело в том, что мы целенаправленно идем. Мы сначала убили FHM, А, я понял. XXL. Фархим магазин. Да, да. Дело дошло до Playboy. А Esquire, вот он какой-то такой нишевый совсем. Он другой ниши. Это такое интеллектуальное чтение. Слушай, будь человеком, привези товар, а? Я же тебе отправил деньги. Это Артем. Он предприниматель. Долго идущие платежи не дают ему вовремя получать товар. Но теперь у Артема есть счет в Тинькофф банке. Платежный день длится до 9 вечера, а платежи проходят мгновенно. Откройте счет на тинькофф.ру и получите до 2 месяцев бесплатного обслуживания. Скажи, вот в основе своей, насколько я знаю, все дома вот эти издательские и вообще весь паблишинг бизнес, он какой-то такой, мягко говоря, убыточный. Или там полу... Что-то не очень... Газеты точно все теряют деньги. А почему... В чем секрет, что у вас хорошо все? Ну, это не особый секрет. Дело в том, что мы изначально пошли по пути... Бизнес-секрет. Когда нам бы хотелось быть в наиболее прибыльных категориях. Мы пришли в категорию мода, журнал для мужчин, журнал для родителей. Сегменты находили правильно? Да, четкие сегменты, потому что было у меня лично много соблазнов найти решение сделать какой-нибудь журнал об идее. Но сколько бы измерений не делали, не склеивалось. Не стали делать. Мы не стали делать журнал об автомобилях. Посчитали, что на российском рынке есть место для одного журнала за рулем. И может быть, там еще одного премиального журнала, и все. Нам уже места нет. И в интернете сейчас точно так же. Мы идем туда, где видим, что есть ниша. Вот, допустим, наша ниша женщина. Мы четко хотим быть ведущим игроком в предоставлении информационных услуг женщинам. На все случаи жизни. И поэтому наши сайты, они определенным образом тагетированы так, чтобы мы покрывали весь спектр женских интересов. Она гиперпопулярная про похудение, про диета. Или вы ее в рамках ваших журналов покрываете? Вы не хотите это отдельно сделать? Пока нет. Пока все-таки мы идем по пути, когда наши такие сайты, я бы сказал, всеядные, так, потому что на сегодняшний день, если мы говорим про манеру пользования контентом, так, человек не работает по тому же принципу или не пользуется контентом по тому же принципу как в журнале, так, он через разные источники получает себе контент. Он может получить из социальных сетей, может получить через поиск, может получить через прямые заходы, вот. Поэтому наша задача производить как можно больше контента, так, причем контента такого выверенного, когда мы точно знаем, что этот контент отвечает на определенный вопрос. И это тоже очень большое отличие журнального бизнеса, интернет-бизнеса, когда твой текст должен быть сделан таким образом, чтобы на него реагировали поисковики, так, вот. когда это все выгружается, дальше уже работает наш умный сайт, который подгружается в следующую информацию, вот, и получается совсем другая картина мира. Вот, поэтому мы идем по пути такому, когда считаем, что разнообразие контента в одном месте, так, это перспективнее, нежели... То есть у вас по слову диета там хотя бы на первой странице покажет что-нибудь одно из ваших изданий? Да, однозначно. Если мы сейчас зайдем... Попробуйте. Начнем искать и по диетам, и даже вот какой-нибудь там, не знаю, лактофильтром сейчас наберем в поисковой системе и в итоге окажемся на сайте woman.ru. Здесь только такая тоже верхняя часть этого бизнеса. В общей сложности мы имеем около 40 сайтов. Вот. здесь в какой-то степени знаковые. Вокруг света еще существует. Вокруг света. Это не наш проект. Я же помню, он старинный журнал. Это старинный журнал, который принадлежит Сергею Васильеву из видеоинтернации. Должна, Серега, конечно. А не знал даже. Ну зачем? Меня попросили... Он давно этим занимается. Меня попросили помочь Васильеву и мы ему с прошлого года этот журнал делаем. Вот, кстати, видите, каска, пожалуйста. Да, да. Это оригинальная часть. А ты видите. Это тот самый Е1. Видите, грамотно у меня люди покупают. Да, да. Даже вот так, видите. Каковы, если у тебя есть ролевые модели в бизнесе? На кого равняешься? Кто нравится? Какие книги читаешь? Вот это что-то еще хотел спросить. Кстати, очень интересный вопрос, поскольку получилось так, что мы все-таки, наверное, принадлежим какому-то первому поколению российских бизнесменов, кто начал заниматься этим бизнесом в 90-е годы. Вот. И как-то смотрели вокруг те, кто рядом с тобой. Но, кстати, упомянул сегодня Фридмана, да? Вот для меня Фридман – это одна из ролевых моделей. Вот. Я в начале 90-х годов стоял перед выбором пойти, остаться, я оказался в медийном бизнесе, да? И остаться в этом медийном бизнесе, или же пойти по пути какого-то конгломерата. Вот. И смотрел на таких, как Фридман, на таких, как там Потанин, других коллег. Вот. И в итоге я для себя решил, что я тогда наивно предполагал, что российский медийный рынок может быть таким же большим, как американский. Вот. Или хотя бы половину американского рынка. И если бы он был таким по размерам, то здесь результаты были бы сопоставимы с самыми большими конгломератами. Вот. Но, тем не менее, решил специализироваться на медийном бизнесе. Вот такие ребята, как Фридман, это в какой-то… Он, я считаю, что очень знаковый человек. Вот. Я думаю, что можно на нем остановиться, чтобы… О книге? Что касается книг, здесь… Наверное, я попробовал как-то восполнять недостаток бизнесового образования, поскольку я бизнесового образования не получал через чтение, можно сказать, таких больше книг, похожих на учебники. Вот. По маркетингу, в большей степени, наверное, по маркетингу. А семья, у тебя семья, дети, как что там? Какое они, если принимают участие в бизнесе, если нет, то чем занимаются? Да вот это интересное как раз дело, поскольку семья вся со мной. Здесь. У меня две дочери, да, обе здесь, обе занимаются бизнесом вместе со мной. Это как S7, я недавно сделал передачу «Бизнес-секреты» с Владом Филевым. С7 компания, у нас совместная карта, сейчас S7, тегов такая мощная, на мой взгляд, лучшая все-таки бонусная карта, вот. Но у нее тоже, похоже, у нее тоже две дочери работают в компании, такая семейная. Я второй раз за последний месяц попадаю в семейную компанию. У меня старшая дочь занимается проектом «Эль», вот, и весь проект ведет и журнальную часть, и онлайн часть, особенно онлайн нравится заниматься. Ну, понятно, да. Вот, младшая, да, младшая дочь тоже занимается новым проектом онлайн, в ума.ру, новым для нас. Вот. Кстати, вот, младшая дочь, мы стараемся как-то воспитывать таким образом, чтобы она сама для себя выбирала, как ей устроить жизнь, остаться в бизнесе с родителями, так или пойти выбирать. Вот, поскольку, вот, старшую дочь мы, по сути, поставили в положение, когда у нее не было альтернативы. Вот, а наша дочь, она закончила университет, поработала в компании Dior и потом решила прийти к нам. Dior здесь? Да, Dior здесь. И когда с ней был разговор такой о том, что она девочка перспективная, может вырасти в менеджеры, которому, может быть, нужно будет поехать в Париж, поучиться, потом вернуться в Россию. А потом мы эту страну ругаем, где мы живем, опускаться до, так сказать, вот таких, до желтых, сенсационных, жареных вещей. Мы считаем, что качественный бизнес, успешный бизнес получается тогда, когда ты делаешь качественный контент. Это супер важно, супер важно делать качественный контент. То, о чем мы сейчас говорим, это вопрос качества. Когда ты услышал первую фразу, но не услышал второй, это уже вторую, это уже твоя работа. Хорошо бы не услышал, специально еще передергивают и меняют. Вот такие вопросы. Вот как мудрый, а уже и опытный бизнесмен, глядя в камеру, канон 5D. Может, что-нибудь посоветуешь молодежи? Ну, мне кажется, надо работать над собой. Прежде всего, надо работать над собой, потому что у каждого из нас есть колоссальное количество возможностей. Если мы будем работать над собой, то у нас может все получаться. Вот. Пользоваться ровно тем, что дала тебе природа, вот, но этим не довольствоваться, а постоянно из себя выжимать, выжимать как можно больше и при этом каждый раз оставаться неудовлетворенным тем, что ты сделал. Потому что, как только ты получаешь первый успех и кажется, ну, все, я уже, то, что нас любят сейчас говорить, очень крутой. А на самом деле это всего лишь какое-то промежуточное достижение, да, и может быть даже начало. Вот. И только тот, кто понимает, что успех – это такое бесконечное понятие. Ну, да. Спасибо. Можно иметь успех, тогда ты понимаешь, что успех – это бесконечное понятие. Круто, абсолютно согласен. Спасибо, Виктор. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова